Здравствуйте, меня зовут Архат, в данном видео я постараюсь вам рассказать о перспективах вообще китайского образования, то есть почему вы на данный момент из такого множества вариантов в принципе зарубежного казахстанского образования должны выбрать именно Китай, то есть в принципе причин для этого очень много и то есть все они по большей степени положительные, то есть ну нежели например отрицательные, вот то есть сейчас как бы ну очень огромный поток студентов отправляются именно в Китае и это как бы не зря, потому что ежегодно в принципе взаимоотношения Казахстана с Китаем они как бы ведут к этому, то есть они сильно растут, улучшаются, вот в принципе сейчас очень востребован сам китайский язык, потому что ну как неоднократно заявляли все наши лидеры, начиная от Масимова, Назарбаева, от его, ну от нашей первой допустим леди Казахстана, то есть все они говорят о том, насколько важен вообще китайский язык в принципе, ну и изучение его, то есть потому что английским, как бы русским и казахским сейчас владеть в принципе обязан каждый допустим ну студент, школьник, гражданин, но сейчас как бы наравне с ними выходит и китайский язык, потому что мы ограничим, то есть мы как бы союзники, мы ближайшие партнеры, вот сейчас Китай может предоставить очень хорошие возможности для студентов и поэтому когда допустим у вас стоит такой, не знаю, выбор, то есть выборе например страны, вы школьник, я не важно, студент, может быть уже даже доктор наук, либо мастер, у вас допустим как вариант возникает Китай, и тут Китай вам как раз этим и помогает, он может предложить вам такие возможности, как обучаться там бесплатно, либо обучаться по очень хорошим скидкам, либо ну обучаться допустим по стипендиальным программам, и все это сейчас они могут предоставить, то есть это опять-таки такой большой плюс, допустим ну к примеру мы возьмем школьников, то есть языковой год, что это вообще, ну такое понятие языковой год, допустим сам будучи, ну вот в этом году я закончил университет, и когда у меня стоял выбор например той же самой профессии, то есть здесь я могу показать такой огромный плюс именно фаундейшн, допустим китайского, что год находясь в Китае и изучая их язык, вы уже не только учите его, вы учите как вообще, ну учитесь жить, учитесь я не знаю, общаться с иностранными студентами, учитесь как бы излагать свои мысли, вот и за этот год вы должны уже прямо осознанно выбрать специальность, не знаю, на которую вы хотели бы проучиться 4 года и потом по ней работать, то есть у вас это как бы здесь уже заложится, на практике это вы будете реализовывать и потом вы сделаете именно нужный выбор, то есть год вы не потеряете, в этом плане вы можете в принципе вообще не переживать, вот и сейчас, то есть наши университеты, допустим, ну они могут предоставить этот языковый год бесплатно, то есть это такой шанс, ну не знаю, получить качественное образование, то есть по очень классным ценам, то есть потому что проживание в принципе в китайских вузах, ну оно не такое дорогое, то есть ну адекватное, вот ну и вообще как бы не знаю, когда ну у студентов есть такая возможность, то есть ну отправиться в Китай, получить хорошее образование, родители вас поддерживают, то есть здесь честно даже не думайте, потому что учитывая, что будет через 10 лет, ну то же самое, возьмем экспо, пройдет 2017 год и тогда начнется этот, наверное, бум китайский, то есть когда сейчас уже мы знаем, что Китай очень много инвестировала, то есть уже 75 стран подтвердило, что приедет в Казахстан как бы себя показывать и тут как бы, ну грубо говоря, на любого одного китайского человека нужен будет минимум один переводчик, то есть тут в принципе масштабы очень огромные, вот поэтому сейчас мы видим, допустим, как наши страны сотрудничают в рамках ШОС, то есть как Казахстан, Россия, Китай очень часто проводят такие, ну достаточно длительные и содержательные встречи, то есть ну это главы наших правительств, и вот это все как бы, ну учитывая и не знаю, суммируя, мы можем понимать, насколько сейчас реально очень важно изучать китайский язык, получать их образование и потом, то есть получив его, реализовывать это все здесь, в Казахстане, то есть как бы, ну это понятно, что наша цель, вот, как бы, ну и сейчас даже, ну наблюдая за студентами, которые вернулись с разных стран, то есть мы видим, что студенты, ну те, кто вернулись из Китая, они очень живые, то есть это, ну самый такой главный плюс Китая, потому что, ну население Китая не позволяет, в принципе, как бы, ну грубо говоря, стоять на месте, то есть все время надо двигаться, поэтому как бы здесь вы уже, ну вас это зарождается, вот, так в принципе, как бы можно говорить очень много о китайском образовании, то есть сейчас я только могу сказать, ну три таких главного слова, что это безопасно, это качественно и это доступно, то есть в принципе вот эти три слова, они, как бы, ну позволяют студенту, как бы, сделать правильный выбор, вот, а там, в принципе, как бы мы уже и во всем этом поможем. Уважаемые абитуриенты, допустим, сейчас я, ну, обращаюсь именно к школьникам 11 класса и 9 класса, то есть сейчас вы стоите, как бы, ну на пороге выбора, то есть куда поступать, в какой университет, какая может быть даже страна и какая специальность, то есть и сейчас, чтобы, ну для того, чтобы вы сделали правильный выбор, почему, допустим, мы ставим вперед китайское образование, то есть уехав в Китай на языковой год, то есть вам, в принципе, сейчас не нужно будет сдавать ЕНТ, вам не нужно будет точно определяться со специальностью и уехав в Китай, вы всем этим будете заниматься там, вы будете год изучать язык бесплатно, вы будете адаптироваться в эту языковую среду, вы будете знакомиться с иностранными студентами, общаться с казахстанскими студентами, которые там сейчас учатся, с профессорами, потихоньку уже где-то себя находить практически и за этот год вы можете реально, как бы, уже понять, на кого я хочу учиться, то есть потом уже будете поступать на бакалавриат, на высшее образование в китайский университет и получать качественное китайское образование, вот, в принципе, поэтому сейчас, как бы, у вас, ну стоит такой, конечно, очень важный, не знаю, этап в жизни, когда вы должны сделать, ну, выбрать правильное направление и здесь, как бы, ну, обратившись, в принципе, к нам, к нашим менеджерам, ну, мы, как эксперты, постараемся полностью вам, ну, в этом плане помочь, то есть рассказать все плюсы-минусы, все адекватные, неадекватные стороны китайского образования, вообще, Китай, как страны, Китай, как нации, Китай, как культуры, чтобы вы все это поняв, определили для себя, насколько вообще эта страна вам подходит, то есть так как поток сейчас Китая ежегодно увеличивается, то мы можем, как бы, понять, что, в принципе, значит, больше там хорошего, нежели, ну, обратного, поэтому тут, как бы, ну, будем рады вам всегда помочь, то есть наши двери, в принципе, всегда открыты, мы очень, как бы, любим, когда клиент задает очень много нам вопросов, чтобы мы могли на них, как бы, отвечать, потому что, ну, самое главное, это сейчас информация, и получив эту информацию, то есть главное ее получить, а потом, ну, принимать решение, понятно, уже вам.